Время новостей на канале Хабар 24 с вами Арстан Балтин здравствуйте Дата празднования выбрана не случайно Именно в этот день 1 декабря 1991 года в республике состоялись первые всенародные выборы главы государства На которых действующий президент Нурсултан Азарбаев набрал почти 99% голосов избирателей Через несколько дней после выборов Нурсултан Азарбаев подписал закон о переименовании Казахской ССР в республику Казахстан А 16 декабря 1991 года Верховный Совет провозгласил независимость нашей страны День первого президента отмечается с 2012 года с целью признать выдающиеся заслуги казахстанского лидера перед республикой Между тем ученики Назарбаев интеллектуальных школ по математической грамотности опережают учеников Канады, Финляндии и США И уступают лишь сверстникам из Японии и Сингапура О достижениях нынешних школьников сегодня говорил глава государства на форуме Олло Дала Мурагер Лере Он посвящен десятилетию с момента образования ниш На сегодня в школах особого назначения обучаются ученики со всех регионов страны Из них свыше трех тысяч это дети многодетных и малообеспеченных семей Еще две с половиной тысячи из сельской местности и малых городов Как отметил Нурсултан Азарбаев, это показывает социальную справедливость и возможность каждому талантливому ребенку проявить себя Выступая перед школьниками, президент рассказал, как будут меняться мировые тенденции и какие навыки в большей степени пригодятся молодежи За эти годы общий республиканский сет НИШ стала флагманом казахстанского образования, который является примером Поэтому нам важно сохранить положительную динамику и определить новые направления развития Во-первых, это широкое внедрение цифровизации, которое идет у нас в стране, осуществляется специальная государственная программа Уже сейчас требуются новые специалисты, которые умеют работать в сфере цифровых технологий, биоинженерии и роботизации И мы вас уже со школьной схеме готовим к этому Я видел, как некоторые школьники этих школ уже создают стартапы, показывают свои возможности участия и в цифровизации, и в новых технологиях В течение следующих 10-15 лет искусственный интеллект и технологии автоматизации станут неотъемлемой частью нашей с вами жизни Сегодня только в Азии 5 миллионов детей углубленно изучают робототехнику 15 миллионов изучают IT-технологии Они успешно готовятся к будущему, где искусственный интеллект и роботы заменят сотни сегодняшних профессий В этой гонке наша страна не имеет права отстать, а залогом успеха станут ваши знания и умения Если мы в этой гонке за новые технологии отстанем, то и государство отстанет, и мы все граждане отстанем Волонтерский час провели студенты Евразийского национального университета в библиотеке первого президента Они обсудили актуальные проблемы сегодняшнего дня, а также изложили свое мнение о статье главы государства «Семь грани великой степи» Кроме того, одной из тем беседы будущих политологов стал отказ Казахстана от ядерного оружия Семипалатинский полигон, на котором много лет проводились ядерные испытания, закрыт уже 27 лет Сегодня молодые люди планируют реализовывать свои проекты в этом регионе для улучшения благосостояния людей Проект, который представила моя команда, называется «Сохранение будущего» Мы хотим привлечь людей на Семипалатинский полигон и создать там национальный центр Куда будут приезжать туристы, чтобы посмотреть и поиграть в национальные игры Попробовать наши сорта яблок, увидеть тюльпаны, выращенные в Казахстане, и развивать его дальше В день первого президента в Астане более ста молодых солдат приняли военную присягу Торжественное мероприятие состоялось у монумента ОТАН Коргаушлар, где клятву верно служить родине Далее новобранцы войсковой части 68-665 Акмолинского гарнизона Десантно-штурмовая бригада занимает особое место среди других подразделений, так как находится в непосредственной близости от столицы В ее задачу входит оборона стратегических объектов, поэтому подготовке солдат здесь уделяется особое внимание За эти месяцы новобранцы уже начали изучать азы воинской службы, упражнялись в стрельбе, улучшали физическую подготовку Отмечу, что всего этой осенью в ряды вооруженных сил республики было призвано около 13 тысяч солдат Сначала, да, было трудно, немножко трудно, скучал немножко, а потом уже постепенно привык Коллектив хороший, сержанты хорошие Десантно-штурмовая войска – это элита Казахстана Такие войска попасть очень сложно, надо иметь категорию А И вот я хотел в эти войска, потому что там физически нагрузки, все, стреляешь Все обучают этому Об этом и мечтал я А в Актау сегодня открыли ряд социальных объектов В частности, расширили и обустроили набережную Теперь побережье украшает масштабная лестница из нескольких пролетов и стенды с этническими изображениями Как еще обновился город в праздничный день, расскажет моя коллега Тамара Степанова Тамара, приветствую! Как отмечается у вас день первого президента? По техническим причинам мы вернемся еще к этому прямому включению Продолжаем выпуск Между тем в Жамбылской области двери распахнули сразу 7 детских садов Новые дошкольные образовательные учреждения открыли в нескольких районах Ясли рассчитаны на 1800 мест и оснащены всем самым необходимым Достигли охват дошкольным образованием от 3 до 6 лет 97,5% И этот показатель до конца года достигнет на 98% Чтобы достичь 100% охвата дошкольным образованием Нам еще нужно с учетом демографического роста в области еще 3000 мест Около 30 новорожденных появились на свет этим утром в столице Большая часть из них девочки, малышей Их мам с днем первого президента поздравил и вручил подарки Аким Астаны Бахат Султанов Он также ознакомился с деятельностью второй многопрофильной больницы Медучреждение стало первым опытом по объединению городской больницы с перинатальным центром За здоровьем роженицы здесь следят целые команды из врачей разного профиля За эти два месяца мы уже видим положительные результаты работы Объединенной многопрофильной клиники В частности, порядка 20 сложнейших женщин удалось спасти В среднем, если говорить о статистике, в городе рождается в сутки порядка 80 новорожденных Помимо этого центра у нас еще работают два других перинатальных центра Которые в перспективе также будут объединяться с многопрофильными стационарами К новостям в мире На 1994 году жизни ушел Джордж Буш-старший 41-й президент Соединенных Штатов Америки Республиканец провел в Белом Доме только один президентский срок С 1989 по 1993 Затем он проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону На время президентства Буш выпал период исторических перемен в мире Падение коммунизма в Европе и распад СССР Главного идеологического и военного оппонента Штатов Несмотря на успехи во внешней политике Экономическая рецессия и повышение налогов привели к падению его популярности В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона И был вынужден передвигаться в инвалидном кресле Имя Джорджа Буша-старшего Носят международный аэропорт в Хьюстоне и авианосец ВМФ США В Буэнос-Айресе продолжается саммит лидеров стран большой двадцатки На повестке второго дня встречи проблемы изменения климата, энергетики, инфраструктуры и продовольственной безопасности Нынешний саммит 13 по счету Но впервые лидеры 20 самых крупных экономик мира встречаются в Латинской Америке Президент Аргентины Маулисио Макре, который в своей стране борется с финансовым кризисом Связывает с этой встречей надежду на то, что ведущие экономические державы мира обратят внимание на проблемы континента В бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на двухэтажный жилой дом В результате случившегося погибли два человека Они находились на борту воздушного судна На земле пострадали 12 человек После падения самолетов в жилой дом возник пожар Его тушение заняло несколько часов Причины авиакатастрофы пока неизвестны Протесты движения «Желтые жилеты» перекинулись из французской столицы в бельгийскую Накануне несанкционированный митинг прошел на центральных улицах города и в Евроквартале Сотни манифестантов выступают против высоких цен на топливо и повышения налогов А также требуют отставки всех членов бельгийского правительства, включая премьера страны Участники акции выкладывали на дороги бетонные блоки и арматуру Блокировали несколько центральных улиц и подожгли полицейский фургон Для разгона протестующих с тоже порядка применили водометы и, как сообщают местные СМИ, слезоточивый газ В ответ протестующие бросали полицейских в петарды Около 70 человек задержаны. Некоторым предъявлены серьезные обвинения за ношение оружия У меня есть зарплата, как и у многих из нас Но, как и большинство, мы платим, платим и платим Мы перегружены на всех уровнях Это все те налоги, которые замаскированы и прямые, и правительство ничего не делает Все, что они делают, так это создают новые налоги Они находятся в своем мире и не знают, какие цены на хлеб Они даже не знают, как оплачивать счета И все люди здесь, и желтые жилеты, все мы просто говорим, что мы сыты по горло И в завершении о космической теме Москва объявила сроки лунной миссии Между 2036 и 2040 годами Роскосмос построит на естественном спутнике Земли полномасштабную базу Она будет включать в себя модули с системами жизнеобеспечения И радиационной защитой для проживания космонавтов А также центры космического мониторинга Земли Средства энергообеспечения и связи Космические стенды для экспериментов по переработке И использованию лунного вещества и природных ресурсов Вокруг комплекса должна располагаться лунно-астрономическая обсерватория Кроме того, в конце 2025 года на орбите Луны Начнется строительство российской национальной станции В последующем к ней будут стыковаться корабли И взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов На поверхность спутника Земли К этой минуте все Спасибо, что были с нами До встречи на канале Хабар-24 До встречи на канале Хабар-24